Национальным проектом «Жилье и городская среда» в текущем году предусмотрено благоустройство 25 дворовых территорий региональной столицы. Впрочем, в Черкесске есть и объекты прошлых лет, которые до сих пор не доведены до нормативного состояния. На одном из них с гражданами встретился корреспондент Артур Мхце. Согласно программе благоустройства, этот двор по улице Международной 85 Черкески должны были капитально отремонтировать в 2021 году. Три подрядчика, засучив рукава, взялись, каждый за свою часть. Один укладывал тротуарную плитку и дорожное полотно, второй устанавливал спортивную площадку, третий обустраивал детскую игровую зону. В какой-то момент все организации, якобы завершив реализацию проекта, свернули здесь бурную деятельность. При этом некоторые пожелания от жителей так и не были учтены. До недавнего времени игра в детской зоне посреди гальки не сулила малышам и их родителям ничего хорошего. Да и карусели с горкой были установлены скорее для количества, а спортивная площадка больше напоминала полигон. Круглые сферы напарывались на штыки и лопались одна за другой. Кроме того, нет ни ворот, ни колец. Как нет во дворе ни одного тротуара, из-за чего дети и взрослые рискуют в любой момент оказаться под колесами проезжающих автомобилей. У нас проблема сквозного проезда машин. У нас носятся машины таксу по сумасшедшему. Они заезжают с международной, выезжают на Гагарина и в обратном направлении. Очень с большой скоростью. Уже несколько раз дети. Благо, что еще никто не попал. Как нам говорят, ну у вас же ничего еще не случилось. А что мы ждем, чтобы кого-то сбили? Тогда он же нам сделает. Жители, обеспокоенные высокой вероятностью остаться с недоделанным двором, неоднократно обращались за помощью к властям. В какие-то моменты благоустройство вроде бы двигалось с мертвой точки. Вот только до полного соответствия выполненных работ с утвержденным горожанами проектом еще далеко. То со стройматериалами возникают проблемы, то с подрядчиками. Один из них даже угодил в реестр недобросовестных и больше не сможет трудиться на территории Карачаева-Черкесии. В рамках благоустройства мы выполнили работы по устройству резинового травмобезопасного покрытия. Следующий этап у нас обновление мафов. Уже заказаны все качалки-балансиры, сопутствующие элементы для крутилки качалки тоже заказаны. Установка лавочек у нас здесь предусмотрена. Приведем в соответствие освещение. Также проведем текущий ремонт спортивной площадки в части ограждения. В ближайшее время специалисты мэрии обратятся в обслуживающую данный двор управляющей организации, чтобы та изыскала средства для установки футбольных ворот и баскетбольных колец. Весь заявленный ранее перечень проектных задумок планируется завершить к середине июля. Осталось не так много времени, чтобы выяснить, насколько обоснованной была вера мэрии Черкеска как заказчика в оперативность и качество работы подрядных организаций. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.